Почему бывает хлеб с надрезами и без? Присутствие либо отсутствие надрезов определяет требования к форме, которые приняты в отношении выпечки. К примеру, белый кирпич либо бородинский хлеб в любом случае будет обладать гладкой поверхностью. Круглые столичные либо калорийные булки также гладкие, а трещины считают изъяном. Гладкая поверхность и отсутствие надрывов будут достигнуты благодаря полной растойке заготовки. Попадая в духовную печь, она делает последний рывок, однако его недостаточно, чтобы произошли изменения во внешнем виде. На поверхности делаются надрезы, уменьшая натяжение. Фактически надрезы являются заранее предусмотренными надрывами, которые дают возможность тесту надлежащим способом увеличиваться в размерах в процессе выпечки. Не каждая разновидность хлеба надрезается. Плетенки, витые булки, хлеб с накладками в них не теста. Хоть надрезы обладают практическим предназначением, их зачастую применяют в качестве украшения хлеба. Надрезают лишь поверхность заготовки. Глубина будет варьироваться в пределах 5-10 мм, когда делают надрезы над хлебе. Таким образом, возможно поступить в ситуации, когда тесто достигает полной растойки. Когда подобные заготовки надрезаются глубоко, в духовой печи они будут раздаваться в ширину. Обученные надрезы над тесты выполняются до загрузки в духовую печь. Но когда в хлебе находится большое содержание муки с незначительной концентрацией клейковины, заготовки в конце растойки станут крайне хрупкими и от наименьшего прикосновения утратят объем и осядет. Потому подобную выпечку рекомендовано надрезать тут же по завершении формовки. В хлебе из плотного теста, к примеру, мультизерновом, также возможно сделать надрезы после формовки. Субтитры создавал DimaTorzok